Украинский неизвестный блог представляет Здравствуйте! В эфире канала УНВ-беделок него здоровый образ жизни. Принципы и смысл. Что такое здоровый образ жизни? Одни считают ЗОЖ правильное питание, другие считают, что надо каждый день поднимать штангу и так далее. Но что такое ЗОЖ здоровый образ жизни? После обтирания до начала обливаний в течение недели или чуть дольше, рекомендую принимать 5-минутные ванны. Температура воды должна составлять 20-25 градусов Цельсия. Затем по 2 минуты нужны 10-15 градусов Цельсия и контрастный душ. Вода горячая должна иметь температуру от 50 градусов Цельсия. Холодная? От 18 градусов Цельсия. Постепенно перепад температуры был 25 градусов Цельсия. Затем я его сокращала и в конечном итоге наслаждалась прохладной водой. При быстром обливании организм не успевает домерзнуть за счет внутреннего тепла. Обливание бывает общим, при котором вода будет охватывать все тело частичным, на отдельных областях тела для лечебного эффекта, если противопоказаны холодные ванны и полное обливание. Обливание стабилизирует тепловой обмен и регулирует работу организма через вены, венулой капилляры и лимфатическую систему. Этой процедурой можно оздоровить. Оздоровить мочеполовую систему и органы брюшной полости, прямую кишку. Избавляя от геморроя систему дыхания, кровеносную и сердечно-сосудистую. Как влияет температура воды на организм? Обливание возбуждает и подготовливает организм к действию, поэтому его нужно проводить утром. Горячие обливание спины, начиная с затылка, поясницы и ведер приведет напряженные и скованные мышцы и позвоночник в норму, усилит обмен веществ и омолодит кожу. Холодное, ледяное обливание закалит организм при условии постепенного снижения температуры от прохладной до холодной и ледяной. Важно помнить, не обливайте тело сразу после трапезы, а через 45-60 минут не обливайтесь сразу после спортивных занятий и физического труда, а после отдыха через 30-40 минут не надо стоять в холодной воде. А на ледяной решетке, чтобы вода сливалась свободно, не закаливайтесь в холодном помещении, а в теплой ванне не задерживайте дыхание. Выполняйте до обливания вдох с его началом, выбор не проводите общие обливания при острых воспалительных и кожных заболеваниях. Не надевайте на голову шапочку. Оздоровительный эффект будет неполным. Методика полных обливаний. Становимся в ванну на решетку и медленно выливаем на себе воду из ведра или лейки на голову. Для использования всей воды на тело нужно держать емкость ближе. Весна и лето – время для обливаний на улице. Нужно встать на землю босыми ногами, тогда весь негатив отправится вместе с водой в землю через стопы. Оздоровительное и частичное обливание начинаем с воды температуры тела и снижаем до 20 градусов Цельсия и ниже. Льем воду на спину 3-4 раза, голову исключаем. Туловище при этом наклоняем, чтобы вода не попадала на ноги. Из ковшика можно частично обливать конечности или только стопы или кисти в грудь. Чтобы усилить тонизирующий и заколебающий эффект, выполняем контрастные обливания. Начинаем водой 36-38 градусов Цельсия, затем 21-23 градусов Цельсия. Начинаем процедуру всегда теплой водой, а заканчиваем прохладной. Повторяем 3-4 раза. Затем в дело вступает жесткое полотенце. Тело должно быть розовым после растирания и массажа. Далее следует пассивный отдых, не нужно спешить и приниматься за тяжелый труд или спорт. Контрастным душем. Начинаем осваивать контрастные душ зоны головы. Заколебание проводим в три этапа – горячей, холодной и очень холодной водой. Утром начинаем с горячей и заканчиваем холодной водой, вечером заканчиваем теплой. Резких перепадов температур не делаем. Далее переходим к контрастному душу тела. Здесь надо, наоборот, добиваться резкого контраста между температурами. Повторяем снижение ее медленно. Резко и кратковременно облиться очень холодной водой и не отнимет много тепла, а запустит терморегуляцию тела и системы иммунитета. Если медленно снижать температуру воды, то тело успеет замерзнуть под душем. Тогда можно заработать простуду. Когда холодная вода будет хорошо ощущаться, приходим на ледяные обливания всего тела из одного или двух ведер. Мидротерапия под струями душа. Душ можно настраивать струей или ножиком, направлять сверху или снизу. Мощным напором струи можно делать массаж, регулируя температуру. Можно использовать лечебную турмалиновую насадку. Турмалин способен очищать воду и наполнять ее янами со знакомыми. Улучшать пряж кожи и активизировать в ней обмен веществ. Омолаживать тело и лечить костную систему. Укреплять фолликулы, луковицы, волос, повышать защитные силы организма. Струя воды должна ударить по коже, а не стекать, соскользывать по ней. Струей можно имитировать приемы массажа, поглаживания, растирания и стаката. При поглаживании насадку душа отводим от тела на расстоянии 15 см. Устанавливаем угол наклона струи 30 градусов. Чтобы размять тело, душ подводим на расстоянии до 5 см. Угол наклона струи будет прямым. Вибрацию совершаем колебательными движениями струей, направляя ее от периферии к центру. Происходит своего рода лимфодренаж и стимуляция кровообращения. В области живота струю ведем по часовой стрелке туда и обратно. Обязательно массируем стопы, ладони и голову. Хорошо проработываем струей части тела. Особо уставшие в течение трудового дня шею, зону воротника, плечи, спину, поясницу и ноги. Заканчиваем массаж дождиком по всему телу, затем обтираемся вопельным полотенцем и отдыхаем полчаса. Важно! Не массируем струей, проекцию сердца, молочные железы и половые органы. Чтобы получить особое удовольствие от гидромасса, нужно натереть тело мочалкой с добавлением метного масла или хвойного. С розмариновым маслом на ладонях можно промассировать голову от макушки во все стороны к участку кожи за ушами и наоборот. Далее продвигаем пальцы от ушей к шее, надавливаем возле козелка и мочки уха, рядом с лимфатическими узлами. Зайдем по шее к лютице и нажимаем рядом с ней. Мышцы шеи расслабляться, кровообращение в мозг нормализуется, а организм получит обожданный тонус и расслабление. Закаливание и контрастная терапия в интернете цитировано. Тема 9. Здоровый образ жизни. Эта статья есть еще и в третьем выпуске брошюры «Посоветуй-ка» на 12 странице. Здоровый и правильный образ жизни. Это не только модно, но и выгодно. К примеру, при приеме специалиста на работу немаловажным вопросом является вопрос курить ли кандидат на должность. Это связано с тем, что человек курящий тратит массу рабочего времени на походы в курилку. Кроме того, существует повышенный риск заболеваемости, связанный с загрязнением дыхательных путей. Основополагающие принципы. Пункт 1. Ваше здоровье в ваших руках. Премьера этой видеопрезентации состоялась 1 января 2015 года. Презентация называлась «Посоветуй-ка». Выпуск 40. Здоровый и правильный образ жизни. Это не только модно, но и выгодно. К примеру, при приеме специалиста на работу немаловажным вопросом является вопрос курить ли кандидат на должность. Это связано с тем, что человек курящий тратит массу рабочего времени на походы в курилку. Кроме того, существует повышенный риск заболеваемости, связанный с загрязнением дыхательных путей. Основополагающие принципы. 1. Ваше здоровье в ваших руках. Прежде всего, человек должен обладать устойчивой мотивацией к здоровой жизни. Эта мотивация рождается из осознания ответственности за свое здоровье как основу благополучия родных и близких человека, государства в целом. Поскольку больной и немощный человек не может содержать семью, быть полноценным участником общественной жизни, он неминуемо становится обузой для окружающих. Если таких людей будет большинство, достижение нормального уровня жизни в стране будет невозможным. Человеческий организм является великолепным инструментом, который обладает ресурсом, позволяющим существовать до 150 лет. Однако даже до столь почтенного возраста человеку мешают его любимые полумные привычки. Человеческое тело имеет громадные ресурсы восстановления. И все же смешно требовать от врача вылечить болезни, причинами которых является наш образ жизни. Когда нас увлекают соблазны, попить пивка с друзьями, выкурить северку другую на балконе, мощным противодействующим стимулом должно стать осознание необходимости сохранять свое здоровье во имя себя, а также ради будущего своих детей. Мы должны помнить, что только сильное тело и морально здоровый дух способны помочь нам добиться в жизни поставленных целей. 2. Комплексное восприятие здоровья организма. Сущность принципа заключается в признании целостности организма и невозможности пренебрежения ни одной его частью. Выход из строя одного из органов неизбежно будет иметь последствия для других органов. Это обусловливает особую важность комплексности подходов к реализации здорового образа жизни. 3. Каждый из нас не повторен. Это значит, что для каждого человека программа здорового образа жизни будет строго индивидуально. В случае наличия в здоровье у человека определенных отклонений от нормы программа тренировок для опытного спортсмена просто убьет его. Важно найти гармоничное сочетание и развитие всех сфер организма. При создании индивидуального стиля здоровой жизни необходимо учитывать телосложение человека, особенности его метаболизма, склонность к болезням и прочих. Также необходимо учитывать психологические особенности личности. Тот комплекс мер по оздоровлению, что подойдет холерику экстраверту, может сильно навредить флегматику интраверту. Также система здорового образа жизни должна полностью учитывать особенности социального статуса человека, его социальные роли как работника, супруга и отца семейства. То есть условия работы. И климат в семье должны соответствовать максимально высокому уровню здоровья сбережения. Четвертое. Умеренность во всем. В занятиях спортом не стоит выкладываться на 100%, чтобы избежать истощения резервов организма и его приутомления. Восстановить силы после такой тренировки будет гораздо сложнее, что фактически сводит его ценность к нулю, причиняя организму гораздо больший вред, нежели пользу. Пятый. Принцип чередования периодов нагрузки и отдыха. Природой установлено, что периоды активности человека должны чередоваться с периодами стазиса и покоя. За это время организм восстанавливает подроченные на активность ресурсы и готовится к новому периоду активности. Если нарушите этот принцип, организм на неполном объеме ресурсов сможет функционировать недолго. Итогом будут непредсказуемые нарушения физиологического и психологического характера. Шестое. Рационально планируем жизнедеятельность. Здоровый образ жизни требует наличия специально созданной концепции, которой человек будет придерживаться. Например, мы поставим себе цель довести физическую форму своего тела до некоего эталона. Исходя из целей наших возможностей, физических и психологических, мы составляем поэтапный план перехода в желаемую физическую форму. Седьмое. Здоровье через всю жизнь. Содержание данного принципа заключается в том, что здоровье это не ресурс, который можно заработать в трубе и расслабиться на некоторое время. Здоровье требует постоянной системной работы над ним. Восьмое. Принцип сознательного оздоровительного развития повествует нам о том, что здоровый образ жизни заключается не только в спорте и отказе от вредных привычек. Это в принципе целое мировоззрение, оснащенное своей системой ценностей и ориентиром, целью которого является целенаправленное преобразование окружающего мира для обеспечения здоровья сближения. В таком случае здоровье становится основным жизненным приоритетом, влияющим на все действия человека. Советы для взрослых. Для поддержания здоровья взрослого человека на должном уровне необходимо приверживать ряда простых правил. Первое. Устраните из своей жизни вредные привычки. Они разрушающе действуют на ваш организм, заставляя его тратить на восстановление своего нормального состояния ресурсы, которые предназначены для интеллектуальной творческой деятельности. Ваши вредные привычки могут послужить стимулами для ваших детей и примять их. Второе. Постройте стабильный режим дня. Это чередование последовательности сна, водорствования, приема пищи, физической, интеллектуальной активности. Он индивидуален для каждого человека и должен учитывать все особенности вашего организма. Войдя в режим, организм будет более эффективно и рационально расходовать и восстанавливать ресурсы. Третье. Полностью высыпайтесь. Сон позволяет телу и разуму человека пополнить необходимый запас сил. Недосыпание приведет прежде всего к истощению нервной системы, что чревато весьма неприятными заболеваниями, не говоря уже о том, что нормально функционировать вы не сможете. Правило здорового сна, минимальное количество времени необходимого для сна составляет около 6-8 часов в сутки. Это требуемое время для восстановления организма. Для релаксации и спокойного сна рекомендуется принимать теплую ванну перед сном. Ваше ложе должно быть не слишком мягким и не слишком твердым. Телу должно быть комфортно. Лучше всего спать вообще без одежды, поскольку она затрудняет циркуляцию жидкости и мешает полноценному отдыху. Накануне сна обязательно проветрите вашу спальню. Принимать пищу целесообразно за два часа до отхода ко сну, так как в режиме сна организм не способен нормально приварить еду, и она просто разлагается в кишечнике, вызывая метеоризм и сдутие живота. Лучше всего лечь спать до 12 часов ночи, поскольку этот промежуток времени – самый благоприятный для засыпания. Пред сном рекомендуется просматривать страшные фильмы и читать подобные книги. Это может вызвать неприятные сновидения, ощущение разбитости и усталости утром. Настойками лисы или мяты пред сном поможет победить бессонницу. 4. Соблюдайте режим питания. Принимать пищу необходимо в один и тот же временный промежуток. Финальный перекус важно осуществить за два часа до отхода ко сну. Всего за день оптимально кушать 3-4 раза, разделяя приемы пищи прямыми-четырьмя часами. Кушать нужно, не торопясь тщательно проживая. Нежелательно при этом читать книгу или смотреть телевидение. Это мешает организму правильно выделять желудочный сок для нормального пищебарения. Наиболее подходящая продолжительность приема пищи составляет 30 минут. 5. Обязательно делайте зарядку. Приход организма от состояния сна к бодрствованию очень длительный. Поэтому ускорить его и на определенной степени облегчить поможет физическая активность. Она устранит вялость и заторможенность, придаст организму тонус и энергии, разогреет мышцы, суставы и сухожилия пред активным трудовым днем. Зарядка должна охватывать дыхательные органы, развивать гибкость и препятствовать скованности. Однако следует помнить, что утренняя зарядка не должна вызывать утомления. Если это происходит, попробуйте снизить интенсивность нагрузки. 6. Избавьтесь от излишков веса. Лишний вес оказывает большую нагрузку на сердце, сосуды, прилунок. Избыток массы навит на суставы, позвоночник. Жир откладывается на внутренних органах. Обременно я их. 7. Занимайтесь активными винами спорта. Они должны приносить вам моральное и физическое удовлетворение. Прекрасно подойдет плавание или езда на велосипеде, а также быстрая ходьба с лыжными палками. 8. Обеспечивайте личную библиену. Библиена тесно связана с здоровым образом жизни. На регулярной основе чистите зубы 2-3 раза на день. Вечером очищайте вашу кожу с кровами, чтобы она могла дышать. Чаще мойте волосы. Удаляйте загрязнение с одеждой и обуви. 9. Применяйте заколебания для укрепления защитных сил организма. Основными требованиями при заколебании являются регулярность, постепенность нарастания лазировки. Используйте контрастный душ. Не пренебрегайте водой и солнцем. Заколебание рекомендовано с детских лет. 10. Учитесь противостоять стрессовым ситуациям. Уясните, что здоровье – это основное для вас. А сила воли и целеустремленность заделают остальное. Здоровая жизнь для ребенка. Для обеспечения здорового образа жизни ребенка необходимы первые. Оптимальный режим жизнедеятельности. Это определенный распорядок дня, включающий различные время активности и сна. При соблюдении режима формируется устоявшийся биоритм функционирования тела, что благоприятно влияет на его развитие. Режим оказывает и воспитывающие воздействия, приучая ребенка к дисциплине и порядку. В понятии режима входит регулярность удовлетворения физиологических потребностей ребенка, сон и пищи, обеспечение гигиенического ухода за телом и одеждой детей, выработка необходимых навыков общения в осуществлении совместной деятельности. 2. Рациональность питания. Она заключается в обеспечении оптимального баланса всех питательных веществ, необходимых для нормального и полноценного развития ребенка. Для равномерного развития важна режимность питания. 3. Развитие двигательной активности. Подобная активность оказывает развивающие воздействия на мозг и тело ребенка, формируя новые нейронные связи в головном мозге и его коре. В процессе такой активности малыш получает новый двигательный опыт, осваивая движения. 4. Заколевание ребенка позволяет сформировать эффективный защитный механизм от болезнетворных бактерий в его организме, повышает его выносливость и сопротивляемость. 5. Создание благоприятной психофизической среды. Ваш ребенок должен воспитываться в атмосфере комфорта, любви и заботы. Это создает необходимые предпосылки для принятия у вас стеотипов поведения. Разумеется, вы не должны объяснять ребенку о вреде курения, время зажатой в зубах сигаретой. Домашние помещения должны регулярно проветриваться и убираться с посильным привлечением ребенка. Это способствует формированию у него ценностного отношения к здоровому образу жизни и создаст у него психологическую потребность в здоровье. Нужно демонстрировать все постулаты здорового образа жизни только на личном примере. Резюмируя, отметим, что здоровый образ жизни – это не просто комплекс регулярно проводимых мероприятий вроде посещения бассейна или стадиона. Это целая философия, полная комплексов жизненных установок и принципов. Совершенствуя тело, вы совершенствуете и разум. Будьте здоровы и совершены. Здоровый образ жизни. Советы для взрослых и детей. В интернете 15 августа 2014 года цитировано. 16 сентября 2016 года. HTTP. Все секрети. Про 1003. Сберовая ебресхизни. HTML. Тема 10. Что кормить? Мозг или организм? Личный опыт. Мы есть то, что мы едим. Эта фраза Гиппократа актуальна и сегодня. Современному человеку не нужно добывать себе пропитание, как его далекие предки. Сегодня еду можно купить везде – на рынках, в магазинах, кафе, ресторанах и просто на улице. Но стали мы от этого изобилие питаться почиствений? Продукты с полок магазинов и супермаркетов трудно назвать полезными. Для этого достаточно прочесть состав на упаковке. Вся химия, содержащаяся в них не что иное, как токсины. А это яды, отравляющие наш организм. Поэтому такие продукты в пищу лучше не употреблять. Мы не думаем о питании и образе жизни, пока здоровый. И я об этом не думала, пока болезни не начали цепляться ко мне в прямом смысле этого слова одна за другой. Походы по врачам забирали все свободное время, нервы и деньги. И в один момент я задумалась – а что я могу сделать для своего здоровья сама? И сделала я следующее – начала читать литературу о натуропатии, о здоровом питании и очищении организма. И следовать с таким рекомендациям. Я начала кормить свой организм, а не мозг. Что кормить – мозг или организм? Как это, спросите вы? Разве это не одно целое? Одно. Разница только в том, что если мы едим все подряд, когда хотим и сколько хотим, то это ничего не имеет общего с тем, что нужно нашему организму. Когда мы голодны, мы думаем только о том, чтобы утолить голод, но не думаем, чем, какой едой лучше это сделать. Главное – вкусно и сытно поесть. Таким образом, мы кормим наш мозг, который посылает нам сигналы, что мы проголодались. А как будет справляться с этим пищеварительная система? Это уже другой вопрос. Врачи-натуропаты утверждают, что 90% заболевания – неправильного питания. Только подумайте, 90% нашего здоровья зависит от того, что приваривает кишечник. Человеческий кишечник – это уникальный химический комбинат, полученный нами в народ природы. Его предназначение – приваривать, усваивать пищу и вывозить отходы. Еще одна очень важная для него функция – это очищение. Для очищения кишечника нужно употреблять в пищу как можно больше свежих овощей в сыром виде. Они богаты грубой клетчаткой, которая хорошо очищает его стенки, что дает возможность лучше усваивать полезные вещества из пищи и убирает все ненужные. Свежим овощам и фруктам – единую долю в рационе. Первая рекомендация, которой я последовала и придерживаюсь по сей день – это употребление в пищу больше свежих овощей и фруктов. Овощи я ем в натуральном виде и в салатах. Для салатов использую любые овощи по сезону, добавляю смесь сушеных трав. Итальянские, прованские, средиземноморские и так далее, которые есть в любом супермаркете из петли – чеснок, черный перец, молотый имбирь и минимум соли. Хорошими наполнениями будут примолотые в кофемолке семена льна или кунжута. В целом в виде они не привариваются. По травками служат растительные масла – льняное, тыквенное, кунжутное, кукурузное, масло проросшее в зерен пшеницы и сок лимона по необходимости. Эти масла гораздо дороже рафинированных, но в пользе для организма последним сложно соперничать с первыми. Свежие фрукты. Они, как ни странно, прекрасно питают наш организм. С фруктами мы получаем необходимые витамины и микроэлементы. Когда мы собираемся в поход за продуктами, в списке покупок они наверняка занимают не первое место. Оно, как правило, отводится мясу, колбасам, рыбе и так далее. И весьма напрасно. Фрукты гораздо важнее для нас, чем мясо. Это вторая рекомендация, плавно переходящая в третью. Я стала есть больше свежих фруктов. Исключила мясо и рыбу. Последние я делала постепенно, пока организм сам перестал требовать эти продукты. Почему свежие фрукты полезнее для нас, чем животная пища? Потому что, она образует в организме водонерастворимую слизь, которая остается на стенках кишечника, тем самым его забивая. А с фруктами мы получаем витамины и микроэлементы, которые наш организм питают и не загрязняют его. И еще, если мы следим за фигурой, то заставляют травяные сборы. Чай и кофе я заменила чистой водой и свежежатыми соками. Поначалу казалось, что без этого точно не смогу. Но, как выяснилось, это не так. Могу. И чувствую себя при этом прекрасно. Для того, чтобы проснуться, и мудро себя чувствовать, не обязательно пить кофе или чай. Достаточно утром натощак выпить стакан чистой воды. Да, вода запускает все процессы в организме, тем самым пробуждая его. А еще добавить стаканчик свежего сока. И отличное начало дня. Не следует забывать и о водном режиме. Полтора-два литра чистой воды в течение не обязательно. Дальше легче. Проще всего для меня было отказаться от сахара в чистом виде, потому что с ним пила только кофе и копейные напитки. А так как от кофе отказалась, то его не трудно было заменить медом. Сложнее было шоколадом и выпечкой, поскольку очень все это любило. Заходишь в магазины или в супермаркет, свежая выпечка так пахнет, аж сленки текут. Но понимаешь, что если решила что-то изменить, то о слабостях придется забыть. Постепенно заменила слабости сухофруктами. Да и свежие фрукты сами по себе неплохой десерт. Хлеб всему голова? Следующий продукт, который я исключила из рациона, белый дрожжевой хлеб. Белая мука? Это не что иное, как крахмал, не представляющий для организма никакой пользы. А дрожжи? Это грибки. Что делают грибки в организме, я думаю, вы догадываетесь сами. Поэтому его я заменила без дрожжевым. Из муки грубого помола. Сейчас в продаже можно найти хлеб, который выпекают без муки. Из проросших зерен златов, что тоже неплохой вариант. И вкусные и полезные и не так быстро плесневеют. Из-за отсутствия дрожжей. Единственный минус, цена, он на порядок дороже, например, чем белый батон. И вес такого хлеба тоже меньше. Но тут, на мой взгляд, действует принцип, лучше меньше, да лучше. Строительные материалы и энергия. И какое же сбалансированное питание без белков и углеводов? Мои источники белка? Это яйца, молочные продукты и бобовые. Исключить полностью животные продукты мне пока сложно из-за силовых тренировок. Возможно, со временем я смогу это сделать, но пока честно признаюсь, не готово. Для роста мышечной массы необходим белок. Да и протеин я тоже пью после тренировок. Что касается углеводов, то это картофель, макароны, крупы, мёд и продукты пчеловодства, которые содержат и углеводы и белки. Для производства таких продуктов используют не только то, что забывают пчелы, но и самих пчёл. О пользе продуктов пчеловодства можно рассказывать бесконечно. Это еда, которая питает, очищает и лечит наш организм. Приведу простой пример для наглядности. 76% долгожителей планеты являются пчеловодой. Правда впечатляет? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok